друзья всем доброго времени суток с вами был я сегодня как вы видите один и расскажу вам сейчас почему как вы видите у нас уже около двух а то и на протяжении трех недель не выходит новых видосов как вы видите нету шамана рядом короче три недели тому назад у шамана очень сильно заболела мама и одновременно заболел отчим прошло несколько дней их ложат в больницу друзья еще через несколько дней им становится все хуже и хуже и маму подключают к дыхательному аппарату они заболели но скорее всего вот этим вирусом который сейчас ходит вот шаман короче очень сильно нервничал очень сильно переживал перед этим еще там тоже похоронил родственника одного тоже ездил на похороны и естественно у нас не получалось заснять но те видосы которые вы любите там на приколе там на кумаре еще там культябки и тому подобное про тюрягу потому что вы понимаете что когда болеют родственники когда жизнь в опасности и здоровье родственников и тем более на такие вещи мы повлиять не можем естественно это очень сильно бьет по нервам бьет по настроению и мы пытались заснять у сереги шамана есть заготовлено несколько интересных прикольных историй которые он хотел уже мы хотели заснять но просто не было настроения вот еще прошло некоторое время и приходит известие что маме становится все хуже и хуже и хуже с каждым днем друзья естественно шаман вообще в панике что делать как быть он собирал просто приезжает ко мне с утра говорит я еду я еду к маме вот даже я говорю так заедь домой хотя бы сменку возьми он даже не берет ни сменки ничего садится в машину и просто валит в затоку там в затоке живет это одесская область кто не знает там живет его мама и живет естественно отчим вот их положили в больницу в окермане белгород-днестровский городок такой вот шаман короче погнал туда с каждым днем все хуже и хуже маму там переводят чуть ли не в реанимацию там подключают какие-то уже концентрированный воздух сепарация или как там она называется в крови кислорода все меньше и меньше ну короче какая-то жесть происходит друзья и просто я понимаю шамана в каком он я знаю что такое терять близких людей самых близких самых родных когда они вот так вот просто попадают в такую ситуацию это очень тяжело друзья никому не желаю всем здоровья самое главное и родным и близким так вот короче шаман вот в этом во всем он уже две недели третью неделю уже в затоке маме слава богу становится уже легче вот куча нервов конечно потрачено шаманная потому что я с ним разговаривал все это мне рассказывают кучу денег там но деньги это все пыль там это все такое нажимное самое главное здоровье но друзья маме становится легче но очень к сожалению отошел в мир иной царство небесное ему вот естественно все это легло на плечи шамана эти все короче самые тяжелые вот эти вот ситуации жизненные он вообще он говорит мне братан я вообще первый раз таким жизни с такими сложностями сталкиваюсь ты когда не можешь ничего сделать не можешь не зависит от тебя поправиться ли твои близкие и родные выздоровеют не выздоровеют короче жесть естественно похороны это тоже очень такое перед этим еще шаман там за две недели до этого до этого похоронил дядьку родного круче не было просто у него ну никаких сил и у нас возможности заснять какие-то видео друзья вот такие которые вы любите вот поэтому естественно мы сделали такую паузу взяли небольшую потому что это все нужно переосмыслить пережить пройти чтобы прошло не какое-то время по любому потому что я сам когда потерял отца когда у меня отец умер два года тому назад почти я просто ну там youtube в этот даже не мог заходить смотреть потому что ну тебя мысли и вообще нервы и все остальное короче тяжело друзья ну слава богу маме становится легче естественно от известия того что умер как бы ее спутник по жизни она с ним уже давно вместе они там более 15 лет вместе конечно это тоже для нее удар но такова жизнь друзья ничего не поделаешь она когда-то заканчивается очень тяжелой ситуации но друзья наши тяжелой ситуации нас делают сильнее должны делать сильнее сильных людей стойких людей они делают только сильнее знаете я вот даже сейчас вспоминаю на примере себя тоже были потери в жизни были очень сложные ситуации и там вы все знаете мы попадали в тюрьму неоднократно и вот я даже вспоминаю свой последний срок представьте 25 лет а мне светит от 8 до 15 и просто на этом фоне я вот очень сильно переживал я понимал что ну 25 лет и сейчас даже там 10 дадут в хорошем случае то это уже ты выходишь в 35 35 уже как бы начинать все с нуля все самого начала очень сложно на этом фоне очень сильно начал нервничать просто каждый божий день об этом думал не мог найти себе место да у меня друзья и волосы посыпались если по правде вам сказать именно в тот момент в 25 лет они начали выпадать потому что видать на на нервной почве я помню такой момент никогда дали 9 лет я как ну как то не знаю каким-то чудом каким-то образом начал просто думать вот что дальше что дальше как же дальше жить куда я попаду а мне дали еще особый режим особый режим друзья это уже все там за людей никого не считают это уголовники рецидивисты завершенные то есть и скорее всего меня должны были так как я в киеве родился и прописан скорее всего меня должны вести были самые ближние самый близкий особый режим лагерь находится на семидесятке семидесятка это бердичев кто в курсе кто в теме тот знает что на тот момент это там двенадцатый одиннадцатый год на тот момент друзья это сам один из самых страшных лагерей мало того что особый режим повторюсь за людей там уже никого не считают там в основном уже такие прожженные все зэки сидят плюс тем кому дали пожизненный срок плюс ко всему это лагерь в котором просто там над людьми я не знаю просто издевались их насиловали их пытали и просто блин за ну формулировка может быть любая за плохие мысли вот тебя могут посадить в яму вот представьте друзья формулировка у человека плохие мысли в голове его могут посадить в яму в яме там если ты там несколько ям пройдешь это дпк в дпк друзья могло произойти все что угодно были случаи в людей резиновые палки засовывали просто издевались настолько ломали если либо же ты становился биороботом то есть без эмоциональным подчинялся беспрекословно выполнял все что тебе говорили действовал именно нот просто как биоробот растения друзья сказали делать то будешь делать то сказали то если же нет людей просто ломали я встречал людей которые оттуда освобождались это просто поломанные просто психика напрочь изломана потому что это такие лагеря друзья и это не только семидесятка это еще и и харьковская управа полностью вся практически там такая и есть еще некоторые там южные вот 77 за которую мы тоже снимали видос мы еще будем об этом много говорить но дело не в том дело в том друзья что я понимал да меня на скорее всего ждет этот лагерь и в какой-то момент мне там даже предлагали там порешать типа поехать на 52 52 это Еленовка Донецкая область на тот момент еще у нас в стране не происходили эти все события это я повторюсь 12 год был и мне говорили саша смотри короче можем порешать там не за большую сумму поедешь на 52 на Еленовку там все нормально там нормальный особый режим жить можно просто дай денег и поедешь туда и я уже в какой-то момент думал себе облегчить как-то жизнь и поехать туда дать этих бабок блин лишь бы как-то досидеть нормально освободиться хотя бы не калекой каким-то но в какой-то момент не знаю что со мной случилось я начал все это обдумывать все понимать насколько я в тупике насколько я уже в углу загнан что просто все на тот момент казалось что жизнь разрушена и в этот момент я подумал блин ну шо мне убегать допустим что мне убегать скрываться от собственной как бы судьбы от собственной участи возможно мне нужно пройти эту семидесятку возможно мне нужно пройти эти испытания в жизни или там возможно даже остаться ну то есть отойти в мир иной так сказать и как-то пришло такое успокоение с этими мыслями я подумал да будь шо будет будь шо будет поеду блин надо будет страдать буду страдать и когда я успокоился друзья мне аж облегчение пришло я когда это все принял я понимаю что мне класс все просто отлично и вот у меня проходит там апелляция мне скидывают год и везут меня на лагерь везут меня на лагерь и я вот как сегодня как сейчас помню этот момент я захожу в столыпин все как раз направление львовская а это как раз едут едет через житомир столыпин понимаю что скорее всего это семидесятка нас ехал одетов на особый режим человек десять и там перед тем как поехать вообще там солдаты сверяются ну фамилия имя отчества вот это все дела проверяют зэком все ли на месте все ли те кто должен по разнарядкам ну и всех там и называют лагерь куда везут допустим там такой-то 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 статья срок там все сказал там это он там куда старше меня везут там допустим нас на семидесятку там кого-то там на девяносто шестую там ну разные номера и вот того 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 называют меня практически последнего я тоже называю статью срок говорю старший куда он смотрит сорок седьмая я думаю что такое сорок седьмая еще не понял куда это это львовская область город сакаль тоже особый режим и и и я еще помню такой рядом дед со мной сидит особик старый ему лет семьдесят и он такой смотрит на меня говорит блин малой так тебе повезло иююю говорит я решу ты плане повезло говорит ты тупо едешь именно ну тупо на курорт не то что ты тупо едешь домой я смотрю он говорит я там сидел и он начинает вспоминать я смотрю него в глазах такая теплота и вон а его везут возвратом на семидесятку у него такая теплота воспоминаниях он так это рассказывает что врет блин там так классно этом просидел говорит там просто бомба и да друзья когда я попал в этот лагерь я понял почему этот старый особик старый рецидивист такой теплотой вспоминал этот лагерь потому что я просто попал в сказку друзья без преувеличения без преуменьшения я попал просто в сказку я даже себе не мог представить что такие лагеря вообще существуют там очень было хорошо вот обычному мужику обычному там до всем принципе любому человеку там просто жить до условия там вот именно бытовые условия там были не очень хорошие так сказать но практически они у нас везде такие но наряду с этим просто в лагере настолько был ход именно людской не то что там я не буду там рассказывать за какие-то там понятие и тому подобное людской подход и и даже администрация в том числе настолько по-людски подходила к зэкам ну блин можно сказать я попал второй раз на малолетку только на малолетке было еще хуже потому что там вообще не было людского ничего от администрации здесь же был просто кайф и и блин я просто понимаю что мне вот очень сильно повезло и я это сопоставляю не то что я это ассоциирую именно с этим моментом что я перестал бояться в какой-то период я принял все как надо все как есть всю неизбежность ситуации и понимаю что понял на тот момент что не избежать знаешь не надо бегать не надо сидеть постоянно на измене не надо думать об этом что будет то будет жизнь по-любому она тебе дает те испытания я в этом верю которые ты должен вынести по силам тебе и естественно жизнь когда-нибудь закончится я это тоже принял и испытал огромное облегчение так вот к чему это все ведут друзья к тому что сложности потери они неизбежны но они нас делают сильнее делают лучше если ты их не боишься если ты их принимаешь то ты начинаешь жить ты начинаешь кайфовать кайфовать от жизни понимаешь ну не надо вот эти розовые очки я для себя понял что я не хочу ходить в розовых очках и думать что все будет хорошо все там бояться там не думать о том что там родных не станет тех людей которые мне дорогие они по-любому уйдут друзья рано или поздно придется с ними расстаться либо им со мной либо мне с ними но когда это ты все принимаешь ты начинаешь ценить те мгновения ты понимаешь что вот сегодня ты встретил человека эта встреча может быть последней и ты тогда начинаешь эти мгновения ценить жизни так что друзья я очень сильно всем желаю здоровья всем желаю добра шаман братуха ты посмотришь этот видос держись родной все все будет нормально в оконцовке все будет так как нужно ты пройдешь через все это это необходимо пройти ты красавчик ты хороший друг ты классный сын и ты вообще человечище друзья давайте поддержим шамана в комментариях ему сейчас сложно поддержим добрым словом и какими-то напутствиями от себя еще там я не знаю сколько не будет шамана может неделю может две друзья пока я буду снимать видосы без него так что давайте напишите мне в пожалуйста в комментариях чтобы вы хотели от меня какие бы темы от меня услышать чтобы вы хотели чтобы я рассказал за свою личную какую-то жизнь я имею ввиду прошлую чтобы вы хотели чтобы я вам показал на самом деле у нас очень много наработок у нас есть треки у нас есть идеи для видосов мы работали над тем я друзьям открою сейчас уже как бы все карты мы работали над тем у нас в это время уже вот на днях должно было состояться интервью мы должны были попасть в тюрьму нас мы уже договорились за то чтобы зайти в тюрьму и взять интервью у одной интересной личности вот но в связи с этими обстоятельствами которые сейчас происходят карантин локдауны красные зоны и все остальное это мероприятие чуть отодвинулась отодвинулась на потом на попозже вот повторюсь у нас есть треки у нас есть идеи для видосов мы будем все делать снимать только друзья нужно немного время вы должны нас понять так как в жизни бывает всякое всех обнимаю друзья всех люблю всех целую и всем добра и быть добру с вами был мы на связи а